В Иране запретили известного мультперсонажа Гомера Симпсона. Его объявили персоной нон-грата. Причем в продаже теперь запрещены не только мультфильмы про Симпсонов, но и игрушки, изображающие этих героев. Запрет был наложен Национальным институтом интеллектуального развития детей. Интересна в этой ситуации одна непонятная деталь. В то время как мусульманский мир ограждает себя от, очевидно, тупых и ненужных комиксов, столб католического мира выдает поистине странные заявления. Так официальная газета Ватикана назвала Гомера Симпсона «настоящим католиком». В ряду запретов разных стран попадаются решения здравые и не очень. Все ведь очень субъективно, скажете вы. Губка Боб, все те же Симпсоны, отупляют. И самое страшное, что это воздействует на детей. Но вот в Белоруссии, например, в прошлом году запретили Виктора Цоя. Ну, Цой-то кому помешал? А вот где не понравилась чиновникам песня про перемены? В ряду неприемлемого творчества стоят в основном местные группы. НРМ, Крама, Ляпис Трубецкой и список можно продолжать. Все это неформалы, кислотные отбросы и прочая дрянь. Но вот что интересно. Ведь на заре становления группы кино их тоже не жаловали. Так может, лет через 10 песни того же Ляписа станут народным достоянием? Цензура на Беларусь ТВ усилилась после очередного подкола. В эфире «Русского радио» прозвучало интересное послание, адресованное Александру Григорьевичу Шоссу, о ком речь вы сами поняли. Не подозревая о подвохе, ведущая прочитала в эфире послание поздравительного письма. Коллектив, предприятия «Александр и сыновья» поздравляют Шосса Александра Григорьевича с замечательным событием повышения. Сбылись ваши мечты и надежды. Теперь Венесуэла, ваша любимая страна. Мы будем скучать по вам, ведь целых 17 лет вы были с нами. С уважением, ваши коллеги. Ведущая в кому, конечно, не впала, но некоторое время пребывала в оцепенении. А вот авторитетные переводчики решили наложить вето на святое. На упоминания в Библии слов «отец» и «сын». Правда, речь идет только про арабские версии Библии. Безусловно, слова «отец», «сын» и «святой дух» необходимы для сохранения истинного смысла Евангелия и никогда не должны быть подделаны. Но с этим догматом вдруг оказались несогласны такие корифеи, как «Миссия Уиклив» и «Летний институт лингвистики». Споры ведутся вокруг арабского и турецкого переводов. Слово «отец» будет заменено словом «аллах», имеется в виду «бог» на арабском языке, в то время как «сын» станет мессией. Лучше всего по этому поводу высказался лидер одной из турецких церквей, преподобный Фикрет Босек. Он назвал этот шаг «всеамериканской идеей с абсолютным отсутствием элементарного уважения к святости священного писания». Как ни крути, но так оно и есть. Под занавес о самом тяжелом запрете для людей на бытовом уровне. Школам Эстонии запретили обучение на русском языке. Нововведение коснется 15 школ Таллина и Нарвы. Чтобы обжаловать это решение, у столичной мэрии есть ровно 30 дней. Если законопроект все же пройдет, единственной возможностью для русских детей говорить на родном языке останутся частные школы. Таллинн имеет возможность превратить муниципальные гимназии в частные, но собственникам при этом останется город. То, о чем не успели рассказать, здесь, на нашем сайте. Так что до встречи и не теряйтесь в сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова